Спустя 79 лет после начала Великой Отечественной войны в 4 часа утра на Аллее Славы в городе Видное зажгли свечи в память о тех, кто ушел на фронт и остался там навсегда. С помощью полутора тысяч свечей выложили надпись «Через века, через года, помним». А вокруг Вечного Огня почетным караулом выстроились воспитанники военно-патриотических клубов. В честь героев войны была объявлена минута молчания. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, председатель Совета депутатов Станислав Радченко и благочинный церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин возложили цветы к Вечному Огню. Три тысячи жителей нашего муниципалитета ушли защищать свою родину. С войны не вернулся каждый третий. Ровно таким же ранним утром 1941 года прозвучали первые выстрелы, как было сказано, и четыре долгих трагических года истории нашей страны. Вот для того, чтобы все это было не забыто, мы здесь сегодня находимся. Очень важно, что события тех страшных лет сегодня не забыты и передаются из поколения в поколение. Ведь война вошла в каждый дом. Было пять детей в семье. Вот мой прадедушка и еще четверо братьев. Вернулось только двое. Мой прадедушка как врач на войне, а остальные не вернулись. Они были как некоторые генералами, некоторые полковники, сержанты, но не все дошли до конца войны. В течение дня памятные мероприятия прошли в разных частях округа. В поселке Измайлово провели торжественный митинг и возложили цветы к памятнику землякам, не вернувшимся с полей сражений. Если сегодня сделать так, чтобы минуту молчания объявить во всем мире, то весь мир будет молчать 50 лет. Это очень большая цифра тех, кто погиб в нашей стране. В связи с коронавирусом в этом году акция была не столь массовой. Но любой желающий мог принять участие в ней онлайн, сфотографировав горящую свечу и выложив фотографию в социальные сети. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ.